Чёрным по серому. Новый асфальт выгодно выделяется на фоне старых дорог. Переулок Южный ещё недавно был настоящей полосой препятствий, даже для пешеходов. Многие работают, особенно зимой идут, темно, дороги такие вот эти с ямами бедные. Я о них думаю, я пенсионерка, но всегда думаю, как они вот ночью в темноте идут. Теперь здесь, как и в переулках на Обавяной или Селидзе, новое дорожное полотно. Работы профинансировали мэрия и депутаты. Порадовали и школьников. 1 сентября в школу на Пластунке они пойдут по ровной дороге. То, что сделали, то, что вот это, новое, сделано очень доброкачественно, очень хорошо, молодцы. Потому что видно сразу новые технологии, новая техника, новые асфальты. Это сделано от души. Об этом жители давно мечтали, но чтобы вот так сразу были отремонтированы 2000 квадратных метров, конечно, не ожидали. Достаточно большой объем, это там больше 2000 квадратов, что для сельских переулков это большая цифра. Также начали ремонт и будем продолжать в сторону улицы Вишневой. Это такое для жителей села Верхний Юрт очень важное место, через которое приезжает практически утром все село. В ближайший месяц благоустройство коснется и сельских клубов. Там заменят окна, двери, поставят кондиционеры. Все это помощь сочинских единороссов. Появятся в округе и три новых детских площадки. В переулках Южный и Грушовый и на улице Джапоридзе. Это планы только до конца года. А в 2017-м уголки для игр построят и на других улицах. Но самое долгожданное, вот уж точно, стройка века идет под землей. Жители Барановки не понаслышке знают, как это – жить без воды. Хотя насосная станция рядом есть, но она ситуацию не спасает. У нас увеличилось сильно население. Летний период тоже сыграл свою роль. И с водой у нас были большие проблемы. Постоянные были отключения воды и днем, и ночью. В общем, была большая проблема с водой. С просьбой как можно скорее решить этот вопрос, жители села обратились к главе Сочи Анатолию Пахомову. Специалисты подытожили. Поможет прокладка нового водовода большего диаметра. Общая протяженность – 2 километра 700 метров. Это уже второй этап у нас здесь на Барановке. Мы его заканчиваем. Технологии у нас используются – горизонтально направленное бурение. В данный момент мы уже паяем трубы. Ну и, так сказать, затягиваем их в скважину. Прокладка первой очереди водовода идет в рамках инвестиционной программы Сочи Водоканала. Закончить работу подрядчик планирует уже к 15 сентября. Но на этом власти курорта решили не останавливаться. В следующем году в селе займутся второй и третьей очередью водовода. Уже за счет городского бюджета. Чтобы обеспечить водой не только нынешних селян, но и учесть интересы будущих жителей Барановки.